В эфире программа Перекрёсток. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях председатель Вологодского областного совета ветеранов войны труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Геннадий Малышев и автор военных песен Виталий Леонов. Здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, что совсем недавно Свет увидел новый клип, который называется «Снайпер». Клип получился очень интересным, мне он очень понравился, я его увидела. Сегодня мы об этом поговорим, но для того, чтобы телезрители представляли, о чём мы говорим, предлагаю небольшой отрывок сейчас посмотреть. Ещё раз упадёшь, застрелю! Клип начинается очень необычно, он скорее похож на художественный фильм. Почему вот решили сделать такое начало? Ну, вообще, в основу клипа взята реальная история. В Первую Ченскую войну попала засаду мотострелковая колонна, и, в общем-то, даже многие кадры из начала нашего клипа, они взяты из кинохроники, снятой боевиками. Поэтому кажется, что так всё натурально. Да, всё натурально, но там и ребята, конечно, сыграли натурально, потому что там 70% всех участников актёрского состава клипа – все ветераны боевых действий, причём не просто, а спецназовцы. Спецназ ГРУ, ВДВ и так далее. То есть это больше, чем актёры? Это больше, чем актёры. Это люди, которые прошли и пережили всё это? В принципе, у нас в клипе участвовал только один профессиональный актёр, известный медийный сегодняшний день актёр Андрей Фролов, а все остальные – это были, в общем-то, или ветераны, или офицеры запаса. Поэтому обстановку у вас создали максимально такой, какой она виделась и зналась многими участниками событий. Ещё раз отметим, это было время, Первая Чеченская война. Да. 95-96 годы. Почему вы так вот решили начать этот клип? Что вы хотели вообще этим донести? Ну, вообще, это замысел швейсёра-постановщика этого клипа, человека, который сам написал сценарий. И так как он профессионал, я не стал вмешиваться вообще в его видение, потому как сразу отдал ему на откуп всё это дело. Человек, прошедший сам чеченскую кампанию, причём не просто солдатом, а профессиональным снайпером, в составе подразделения специального значения воздушно-десантных войск, то есть тема ему очень близка. И когда я прочитал сценарий, пробный он мне прислал, мне даже не захотелось ничего переделывать, потому что всё настолько было реально, даже на бумаге, и, в общем-то, читался такой некий вопрос вообще в этом сценарии, да, вопрос для чего, почему и зачем. И именно вот эта интрига, которая разворачивается в окончании клипа, она как раз многих заставляет задуматься, почему снайпер поступил именно так, убив не именно виновника того, который убил его друга, а именно выполнив приказ и убрав ту цель, именно которую было нужно, завладав со своими эмоциями и сделав выбор в сторону правильного решения. Почему вы сами вообще решили обратиться к этой теме? Какое вы имеете отношение, вот вы мои гости, к событиям того времени? Ну понятно, что по наградам, по вашим телезрители могут догадаться, и всё-таки хотелось бы немножко подробнее. Здесь, наверное, давай, Виталий, я немножко отвечу на этот вопрос, а ты уже продолжишь. Понимаете, тема войны, она была и есть, остается актуальной. Актуальной, потому что мы вот твёрдо знаем, что они будут ещё продолжаться. Хорошо, если не в России, а где-то за её пределами, как сейчас в Сирии, но это тоже нехорошо. Мир ещё не пришёл к тому, чтобы жить в мире, в согласии, в дружбе. Поэтому тема войны, она должна звучать, мы не должны забывать, не должны забывать для того, чтобы видели нашу молодёжь, наше подрастающее поколение. Что несёт эта война? Кровь, пот, слёзы, жестокость, убийство, страдания матерей, страдания близких жён. Это беспризорные дети, это многое-многое другое. То, что мешает жить по-человечески правильно, хорошо в мире. Поэтому тема войны, она должна быть. С тем, чтобы мы противостояли этой войне, противостояли всеми любимыми способами. И теми же фильмами, теми же клипами, которые снимаются, теми же песнями, которые поются. Эти песни направлены не на прославление войны, эти песни и клипы направлены против войны, чтобы показать эту же стокость, чтобы не допустить эту же стокость. Поэтому, наверное, один из моментов, почему именно такое развитие сюжета, это, наверное, вот этот позыв. Я слышала, что участники войны, как правило, становятся такими пацифистами. То есть люди, которые прошли это всё, они как раз выступают против войны. Да, мне вот довелось. Я же 91-й чеченский, создавал отряд милиции основного назначения здесь, в нашем городе. И мы с самого первого дня чеченской кампании, первой чеченской войны были. Мои ребята, мои бойцы, офицеры были там. Поэтому они вот всё это прошли, они это всё видели. И мы сейчас проводим большую работу. Мы её никогда не останавливали. Даже в период, когда, так скажем, в Ельцинский период, когда, так скажем, неинтересно было никому патриотическое воспитание молодёжи. А мы же не останавливались. И Талик, я, многие мои бойцы, офицеры, уже служив, уже закончил службу, мы продолжали вот эту тему против войны, пацифическую тему, пацифизм, направленный против войны, ввести нашу молодёжь, нашим людям. И мы всё-таки дошли до того, сейчас ведь в городе Череповце существует пять школ, в которых есть специализированные классы военно-патриотической направленности. Кстати, в этом году немало детишек, ну как детишек, уже взрослых выпускников, хотят идти учиться на офицеров. Да, и это не только сейчас, это было всегда, вот 10 лет назад. И мы сейчас сделаем всё, чтобы как-то их немного, значит, дать возможность, чтобы они поступали более, ну, облегчённый какой-то вариант для поступления в те вузы, которые они выбрали. И у нас и это получается, потому что нам идут навстречу. Потому что эти ребята подготовлены не только уровень подготовки у них в школе, намного выше. И морально, и физической, и, значит, специальной. Если вернуться к разговору о клипе, то вот вы тоже, наверное, смотрели его не раз. Вот какие чувства вызывает он у вас? Любой клип, который вот именно такие, такой направленности, военные клипы, тем более с такими прекрасными песнями, а Виталик был у меня, служил, он из моего отряда, отряд милиции особого назначения, он сам был снайпером, он сам был командиром потом, впоследствии, и он прошёл тоже этими дорогами войны. Чечни, правда, уже во вторую чеченскую кампанию, во вторую войну. И поэтому эти клипы, они нам, нас вызывают и какую-то ностальгию, с одной стороны, по тем временам, потому что всё-таки боевое братство вот там, в тех горящих точках, в тех местах, оно своеобразное, и его не передать словами, его просто надо прочувствовать. Это одно. Второй момент, значит, эти клипы, они напоминают нас о погибших, о наших ушедших в мир иной друзьях, которые погибли, как Сергей Владимирович Перец, герой Российской Федерации, наш земляк, как многие другие, которые ушли, значит, не дожив до этих светлых времен. Мы должны нести память о них, вот, и через эти клипы в том числе, через эти песни в том числе. Ну, что касается меня, вот, как автора-исполнителя конкретно, то этой темы я и не прекращал её касаться. То есть писать я начал ещё до прихода в отряд милиции особого назначения. Потом многие песни появились во время командировок, во время моей службы. Во время проживания мной вместе с моим коллективом и друзьями боевыми в горячих точках. И здесь дома уже кое-что осознав, кое-что осмыслив. И поэтому с того момента это всё со мной, моё творчество. И я работаю в военно-патриотическом жанре, поэтому этой темы я не прекращал касаться. Но эта песня, получается, что она почти что совсем о вас, «Снайпер». Эта песня не о мне, потому что профессия снайпера, она очень специфична. Там определённый психотип человека должен выбираться в такую профессию. Я немножко не подхожу под неё, это во-первых. Во-вторых, я немножко, мне ближе автомат, я человек немножко взрывных эмоций. А снайпер должен быть немножко флегматичным, спокойным очень человеком, который может, как в этой песне именно поётся долго, сидеть и ждать свою цель. Человек, обладающий большой терпимостью, большой выдержкой. Эта песня именно о наших российских снайперах. Ребята, которые сделали очень много на фронтах всех горячих точек Кавказа, Афганистана и так далее. В том числе и Великое Отечественное военное снайперы. Вы знаете, очень странное, на самом деле, у меня сейчас ощущение. Я сижу рядом с молодыми людьми, не дедушками по 90 лет, которые прошли Великую Отечественную, которые держали в руке автомат. Вообще, мне очень сложно представить, как можно заниматься этой работой, этой службой. Насколько это сложно и как это меняет человека. Наверное, эти события, то, что вы увидели, то, что вы прожили, наверное, это настолько меняет душу человека. И, наверное, ваше творчество, да, это как раз вот, это отклик на то, что невозможно забыть. Это так? Тяжело вообще пережить вот это всё? Катя, вы знаете, я сейчас, Виталий, пока настраиваться, может, свои мысли по этой теме. Я, конечно, вот лично на мне, на себе и лично на моих друзьях, те, кто прошли вот «Горящие точки», те, кто прошли, немножко мы осознали мир по-другому. Мы научились видеть то, что раньше до этого мы не видели. Его красоту, её красоту мира, красоту природы, более тонкое ощущение, например, цветов, пение птиц и прочее. То есть научились ценить жизнь? Научились ценить каждую минуту, каждую секунду этой жизни, потому что там думаешь немножко о другом. Там думаешь, ну, командир думает, как бы сделать так, чтобы не погибли бойцы, как защитить их от различных. Бойцы думают, как бы там нам выжить, чтобы приехать домой живыми, здоровыми, и чтобы наши дети, которые они оставили там, и молодые мамы, чтобы дождались их. Ну и ряд ситуаций вот таких, они, конечно, очень серьёзно влияют на психику. И, к счастью, если хорошая дисциплина в подразделении, если хорошее отношение командиров, офицеров и подчинёнными, то не случаются тех ситуаций, которые, что уж греха таить, довольно часто случаются в тех войсках, в тех подразделениях, в которых нет дисциплины. И там, получается, человек приехал, и много, значит, тех, кто прошёл горячие точки, ну, или спивались, или там нарушали закон и уходили там совершенно в другую сторону. Ну, а большинство, конечно, вот именно людей, которые были вот дружным, хорошим коллективом, дружным, хорошим подразделением, они, значит, и на гражданке находили себя, находили себя и в работе, и, значит, творчестве во всём. Я предлагаю посмотреть сейчас ещё один отрывок из клипа. Мне всё-таки хотелось бы вернуться к идее, самого клипа. Это идея возмездия или что, какую идею должен почувствовать зритель, слушатель? Нет, здесь как раз идея не возмездия. Ведь снайпер как раз убирает мишень не ту, которая убила его друга, а именно ту, которую ему приказали. Потому что он адекватно понимает, он по фильму непонятно, офицер это или прапорщик, или солдат-снайпер, но тем не менее человек осознаёт, что ликвидировать именно того человека, на который он получил приказ, значительно важнее на сегодняшний день. Потому что тот человек, возможно, очень большая фигура, через которую идут связи, организация бандформирования и так далее, и так далее. А тот человек, которого он узнал в конце клипа, люди видят, что он узнал этого человека, который убивал его друга и добивал тех ребят, которые попали в засаду в колонии, у него есть это душевное переживание. И там даже на несколько секунд он оставляет винтовку в сторону, и у него сомнения и смятения в душе, потому что у него там всё клокочет, он хочет человека убрать, но тем не менее он делает правильный выбор и убирает человека, который ему приказали. Потому что он понимает, что на сегодняшний день это важнее, и на сегодняшний день война не заканчивается. А возможно, с этим человеком он ещё встретится. Его выбор совпадает с вашей личной позицией? Однозначно. У вас были такие у самого случаи? Слава Богу, нет. Да, это, конечно, был бы тяжёлый выбор. Вот в комментариях к клипу, который пишут в интернете, потому что клип размещен в интернете, кстати говоря, можно сказать, где его посмотреть, потому что наверняка наши телезрители сейчас думают, где хотелось бы целиком посмотреть на вашу работу. Где это можно сделать? Уважаемые зрители, вы можете посмотреть этот клип на канале YouTube, набрав Виталий Леоновки на клип «Снайпер». И вот в комментариях под клипом пишут о том, что так здорово всё снято, такая прекрасная идея, хорошая музыка, здорово было бы, если бы получился большой фильм. Не клип, а настоящий фильм. Вот как вы относитесь к этой идее? Вот что касается самого конкретного фильма, вот двумя руками бы за. Но вы знаете, какая сложность сейчас существует при съёмках этого фильма? Ну финансирование, первая сложность. Вот первая сложность. Конечно, если мы найдём возможность финансирования этого, у Виталия очень много песен о войне, о мире, о дружбе, о любви, и лирических, и трагических. И неплохо было, конечно, снять такой фильм с его песнями. Но, может быть, придёт это время, может, предоступит это время, когда будет возможность его снять. Но я бы двумя руками за, потому что это очень важно и для молодёжи, и для тех, кто прошёл эту войну. Что ж, время нашей программы подходит к концу. Большое вам спасибо, что вы пришли. Мы с вами поговорили на такую важную и, конечно же, очень интересную тему. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был председатель Вологодского областного совета ветеранов войны труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Геннадий Малышев и автор военных песен Виталий Леонов. Это была программа «Перекрёсток». До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова